К 2050 году в мире удвоится число автомобилей. Два раза больше пробок, два раза больше выбросов в атмосферу, два раза меньше природных ландшафтов. Еще никому не удавалось создать транспорт, способный решить эти проблемы, пока свой проект не предложил Skyway. Инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Стальные тросы внутри рельсов способны сделать эстакаду Skyway до трех раз прочнее обычных мостов. Прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Строительство почти не требует места на земле. Опоры струнного транспорта можно возвести в любой точке планеты. От жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель Skyway позволит сделать атмосферу чище. Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве Skyway используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование Haas, которые применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии, инженер Анатолий Юницкий, разрабатывал проект Skyway более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил два гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор Skyway представлен на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ от CNN до TV Tokyo. Новые разработки Skyway каждый год демонстрируются в центре испытаний Экотехнопарк. Пять типов трасс, 11 видов струнного транспорта и тысячи пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр Skyway в Шарже. Трассы, лаборатории и инфраструктуры линейного города. Центр Skyway станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых Skyway это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Я рада вас приветствовать. Мы можем сделать мир лучше. Сегодня у нас вебинар, тренинг, как создать свой собственный успех, в компании Skyworld Community по программе повторения, дубликация. И сегодня будет такова программа. Сегодня буду выступать, говорить с вами я. Меня зовут Наталья Косполова. Кто меня знает, а кто меня не знает, я представлюсь. Я по профессии педагог, художник. Сейчас я арт-коуч. И также я коуч по работе с людьми, по творческому потенциалу и по бизнесу. В течение 20 лет я работала в структуре MLM. Вы знаете, я действительно была и новичок, и тот человек, который уже знает, что такое структура, команда, чеки и осуществление целей через данную индустрию. Я обожаю этот бизнес. Я также вижу тех людей, которые развиваются в бизнесе, в сетевом маркетинге. И вижу, что данная индустрия, она сейчас настолько становится современной, и настолько она становится востребованной на рынке, на кризисном рынке. Но а то, что касается нашей компании, Skyworld Community, здесь так вообще огромные перспективы, если брать инструменты, именно взятые с сетевого маркетинга. С 2015 года я инвестор компании Skyway, и в 2017 году я уже вышла на квалификацию и стала строить группу, которая сейчас развивается в нескольких странах. Сегодня я буду работать в паре с одним молодым человеком. Его зовут Руслан Багиров. Он куратор города Тюмени и Екатеринбурга. Он с Урала. И сегодня он также поговорит с вами о принципах успеха в коммуникации через различные инструменты. И что интересно, мы с ним вместе пройдем, какие фишки есть в партнерской программе. Сейчас, я так думаю, Руслан подключится, поздоровается, и потом мы снова пройдемся по темам. Руслан? Так, сегодня у нас такая связь. Приветствую, друзья. Слышно меня, да? Рад видеть вас, Наталья. Рад видеть вас, друзья. Будем сегодня работать. Есть что вам рассказать. Поэтому, Наталья, вы как свою часть дадите, да, информации, я подсоединюсь. Так. Руслан, еще немножко, скажи о себе, пожалуйста. Да, скажи о себе, Руслан, еще немножко, скажи о себе, пожалуйста. Да, я вот тут со слайдами хотел кое-что загрузить побаловаться, да, увидел, что это видят все сразу, да, что когда... Поэтому слайд о себе в следующий раз мы подгрузим. Я занимаюсь проектом с 2014 года. До этого я партнерскими программами занимался с, получается, 2011 года. Я вот сейчас посмотрел. Просмотрел те бизнесы, которыми я занимался до этого. Вообще предпринимательством я занимаюсь с 2009 года, как университет закончил. То есть, первая моя программа была именно связана с партнерскими программами, да, она именно была связана с сетевым маркетингом. По сути, сетевой маркетинг это и есть партнерская программа. И, кстати, мы вот как раз об этом сравнении, да, тоже переговорим. Вот. Потом я сотрудничал уже с такими компаниями, как МТС, Билайн, Мегафон. Это тоже была партнерская программа на основе дилерского договора. Мы создавали вот объемы продаж услуг связи с этими компаниями. И после вот еще один такой крупный проект был связан с пенсионным страхованием, с негосударственными пенсионными фондами. Мы тоже работали именно через команду и именно через вот в партнерстве, да, зарабатывали вот в партнерских программах. Поэтому поговорим с вами, да, вот в чем выгоды партнерских программ. Я не понаслышке знаю этот бизнес и в чем его преимущество. и поэтому сейчас я тоже занимаюсь партнерской программой, да, и я понимаю, что это такое. В общем, давайте дальше будем работать и тогда вот Наталья, вам слово. Да, благодарю, Руслан. Я вижу, у нас люди подключаются и обязательно пишите в чате, пишите, может быть, какое-то пожелание, какие-то вопросы. И итак, давайте начинаем. Я хочу сказать, что та индустрия, в которой мы развиваемся, конечно же, она предполагает, как предполагает и клиентский настрой, то есть самостоятельно выйти, зайти в партнерскую программу, да, приобрести для себя продукт, доли, и также, конечно же, есть возможность последовательно двигаться к успеху. Поэтому как раз компания-то и выбирает, выбирает партнеров, с кем можно работать, кого обучать, и мы также выбираем, какую планку мы желаем достичь. С чего начинается построение нашего успеха? Я вообще считаю, что начинается с идеи. И сама по себе идея, с какой компанией выходят на рынок, именно она и предвещает успех. Я так считаю. И каждый человек, когда он входит в компанию, для него идея это как фундамент, фундаментальность определенная. Фундаментальность и то, на чем он будет базировать дальше свой собственный жизненный успех. Я знаю, что в сетевом бизнесе идея какова, многие компании работают со здоровьем, многие работают косметические линии, программы обучения, и везде компания находит своего партнера, находит своего клиента. Наш, но только огромными международными компаниями становятся действительно с великими идеями. Когда людям, это важно, когда люди это подхватывают, когда люди несут, и когда это важно всему миру. Я считаю, что тот бизнес, в тот бизнес, в который мы вошли, как раз имеет очень серьезный фундамент. А вы как считаете? И дальше, да, и дальше, конечно же, мы включаемся в свое видение дела. И каждый человек здесь в партнерской программе или в самой по себе в сети, этот человек ставит самостоятельно на собственные цели. И здесь не только идет самостоятельность, а здесь также идет и помощь. Есть помощь, есть поддержка, есть поддерживающая среда, обучение, что очень важно, то, что здесь ты не одинок. И именно поэтому многие люди, они приобретают новую профессию, и они приобретают для себя видение, видение будущего, как я это буду использовать для себя в дальнейшем, данное направление. Для того, чтобы построить серьезный бизнес, очень важно, это не 100% собственных усилий, а по одному проценту от усилий 100 человек, как сказал однажды один из бизнесменов сетевиков. и конечно же все это подхватили многие компании, и также эта идея обладает здесь ценностью. Какую ценность также партнеры для себя берут? Это финансовая свобода, ценность какая еще? Это путешествие, это быть в разных уголках мира, вести свой бизнес через интернет, общаться с людьми, с удовольствием, и действительно это бизнес он несет удовольствие, то, что здесь ты не привязан к месту, и то, что ты можешь строить бизнес в разных уголках мира. Ну и конечно же тот продукт, который мы имеем, этот продукт также растет, увеличивается, увеличивается в цене, его ценность увеличивается. И также я могу сравнить эту иллюстрацию с тем, что мы выращиваем свою команду, и наша команда, та сеть, та структура, которая растет, эта структура также является очень крупным, серьезным активом, активом, который приносит всходы, приносит доходы, каждый человек, когда он просыпается, он начинает строить свои планы на неделю, на день и так далее. Так вот, тот человек, который берет для себя это дело, дело с партнерской программой, дело в компании СВСИ, очень важно запланировать, сколько времени ты будешь уделять, уделять обучению, уделять продвижению, дальше, уделять самому себе, людям, звонкам, и я знаю прекрасно, что масса людей обладает здесь несколькими профессиями, различными и творческими, разными и менеджеры, и студенты, и педагоги, строители, транспортники, абсолютно разные люди. И сколько времени вы уделяете бизнесу, сколько времени вы уделяете продвижению. Вот сегодня будем говорить о нескольких моментах продвижения. мы с Русланом. Но дело в том, что в зависимости от того, что у вас будет запланировано в вашем дневнике, или это будет один раз в месяц вы сделаете звонок, или вы сделаете раз в полгода, или вы сделаете один раз в неделю, или несколько раз в день. От этого также зависит ваш коммерческий успех. И также вы создадите определенный темп развития вашей организации. И, конечно же, это также темп в дубликации также будет повторять ваша структура. Создание команды, структура, это сама по себе основа, основа сети. И получается, что этот бизнес ваш. Этот бизнес не наставника, не спонсора, не лидера, не правления. Это бизнес ваш, когда вы сюда входите. И знайте, что кто будет работать за вас? Никто. Но есть активные, заинтересованные люди в вашем развитии, те, которые готовы работать вместе с вами. и каждый человек, который ставит для себя определенный план, цель, он является таким маяком, ведущим, лидером и лидером своей сети. Что необходимо для того, чтобы построить группу? 5-6 человек, 5-6 активных человек, которых вы поведете за собой. Но есть такое понимание, что некоторые люди говорят, у меня команда 100 человек, 800 человек, 1000 человек, кто-то говорит, у меня команда 3000 человек. А как коснись, эти люди, они не получают, не выходят на вебинары, не обучаются. Где эти люди, как команда? И получается, что есть разница в слове команда и слове структура. Я считаю, что в команде может быть вместе с вами тех людей, которые заинтересованы развиваться и с кем вы взаимодействуете каждый день, это 3-5 человек. И вот именно это команда единомышленников, с которой можно серьезно поднять крупную структуру. Структура, что такое структура? Это там, где находится много клиентов, тех людей, которые время от времени делают заказы, приглашают людей, время от времени что-то получают для себя, обучаются, интересуются, наблюдают. И именно поэтому, когда ты ориентирован на создание команды, которая включена в обучение, здесь также твой успех гарантирован. еще хочу сказать, есть такое понимание, наблюдайте с позитивом, есть в структуре люди, которые наблюдают, это очень важно, те, которые купили продукт, и ставятся эксперименты, есть ли, влияет ли наблюдающий на эксперимент. На сегодня доказано, что да. Именно поэтому очень важен позитив. Позитив самой по себе структуре, позитив в команде, позитивное отношение, оно дает общую благополучную атмосферу того бизнеса, в котором мы находимся, и также благополучную атмосферу позитивную для самой по себе компании. Итак, команда это найти близких людей себе по духу. Да, когда мы едины, то влияем на большое количество людей, работаем в системе. Войти в систему, работать в системе, в системе лидера, в системе наставника или в системе спонсора. Некоторые говорят, а вот у меня нет наставника. Я хочу сказать, что нет проблем. Самое главное, чтобы здесь ты как новичок или как человек, который уже давно здесь вошел в команду близких тебе по духу людей. И эта команда, именно она помогает развиваться. Я также столкнулась с этим именно здесь. То, что с разных параллельных структур есть люди, которые готовы двигаться вперед. И в команде с этими людьми вы сможете создать также свою группу, свою команду и обучить своих людей и продвигаться дальше. Ну а дальше это тот оборот, те продажи, которые вы планируете, насколько вы обучаемы и активно действующие. так вот, есть классическом маркетинге, есть классики самой по себе продаж, есть те этапы, которые мы ставим перед собой и они являются важными. Это установление доверия, определение потребностей, презентации идей, презентации возможностей, возражения, закрыть продажу. Это то, что можно сдублицировать, это то, что можно взять себе в план и над этим работать. Абсолютно каждый пункт здесь очень важен и в каждом пункте вы откроете для себя целую профессию. И если вы станете профессионалом по установлению доверия с людьми, в таком случае тогда вам вообще это 80% всего того этапа продаж и закрытия сделки. Это установление доверия с человеком. Далее это установление доверия именно на этом этапе. то, что насколько ты нравишься. Буквально 4-5-6 секунд и человек считывает, насколько ты увлечен данным делом, данным проектом, насколько твои глаза горят, насколько ты глаза при возражениях не отводишь в сторону, насколько ты чистый, опрятный, деловой, насколько у тебя все инструменты есть, инструменты в виде материалов компании, инструменты в виде, может быть, какие-либо интернет-инструменты, видеоролики, ссылки, все очень грамотно, четко подобрано и люди не хотят тратить время и поэтому они хотят работать с деловым человеком и с этого также начинается старт. Ну и, конечно, само по себе установление, когда доверие мы установили, что получается, это разговор сердца. Я всегда говорю с человеком больше о нем, больше о жизни и в дальнейшем этот человек совсем немного, может быть, 80%, 20%, 20% он слушает и открывается возможности как стать инвестором и также возможности развивать здесь бизнес. И действительно это очень красивый процесс и каждый из вас в течение жизни с этим сталкивался, насколько ты себя продаешь, в дальнейшем настолько ты можешь продать бизнес. Ну и, конечно, давайте придем к упражнениям и придем к заданиям, то, что мы с Русланом также вам подготовили. Определение потребности. Здесь по определениях потребности умение задавать вопросы. Я могу создавать связь с человеком и спрашиваю о нем. Запишите, пожалуйста, какие 6-10 вопросов ты можешь задать человеку и установить с ним связь. Прописывайте в конце нашего нашего вебинара Руслан, он пройдет также по вот этим вопросам определения потребности. А сейчас это задание для вас. Двигаемся дальше. Пока вы прописываете, пишите, включены ваши идеи, пишите с энтузиазмом и ничто даром не пройдет, когда все записано на бумаге. И вы знаете, сейчас я открываю мой список имен. Мой список имен он всегда у меня в тетради, в моем телефоне, всегда в моем ежедневнике, всегда в моей голове. я всегда люблю говорить с людьми и говорить и давать человеку возможность. Но у меня всегда прописан текст, как я завожу разговор, что я какую ставлю цель, я готовлюсь. Я говорю, допустим, Жанна, привет, давно я не звонила тебе, как ты, как здоровье твое, как бизнес продвигается. Знаете, я слушаю человека, и пусть человек скажет несколько, буквально несколько минут, я внимательно слушаю его и говорю обязательно, тоже немножко себе, да, тоже у меня все хорошо, все в порядке, дети здоровы, продвигаюсь. Я говорю с позитивом, я говорю с энтузиазмом и говорю, да, что я, собственно, тебе звоню. Ты же помнишь, мы говорили с тобой о том, как найти современные, интересный источник дохода. Давай выйдем вместе на скайп на несколько минут. Есть тема. Я не говорю с человеком два часа по телефону, я ему не объясняю. Моя задача это эффективность, стать эффективным. Это эффективный ввод. Когда я ввожу человека, договариваюсь, ввожу человека на скайп, здесь мы уже с ним можем действительно, поделюсь экраном, я могу сделать ту презентацию, которую я подготовила для него, очень простую. И люди в основном, когда ты с ними разговариваешь, они заняты какими-то делами. И обязательно они говорят, что-то переносят, какие-то переносят дела. У меня нет времени, у меня там нет сейчас возможностей и так далее. Я говорю, но не упускать же выгодную возможность из-за того, что нет времени. Так что давай будем укладываться в то, что есть. А давай мы сегодня, завтра или послезавтра выйдем на скайп на несколько минут. Скажи, когда? Я специально для тебя выкрою свое время. Я ни в коем случае не говорю человеку, когда он говорит, а скажи мне в двух словах, в двух словах я никогда не говорю и не выражаюсь. Уважайте себя и создавайте свой эффективный бизнес. И еще такой момент. Люди говорят, да, отправьте мне на почту. Кто с этим сталкивался? Отправьте, да, хорошо, ваше деловое предложение, отправьте мне на почту. Кто-то сталкивался с этим? Напишите плюсики. Да, и конечно же, мы такие счастливые, собираем полностью все материалы, да, и бежим человеку, отправляем на почту. А дальше? Бывает, что он не выходит на почту, бывает, что мы не можем с ним дальше созвониться. Вот, я на почту отправляю человеку все только после его, после разговора и короткой презентации в скайпе с ним. Я говорю, Жанна, я отправлю вам на почту всю информацию, но перед этим я хочу сделать вам особенное предложение, именно с тобой по-особенному поговорить. Давай выйдем на скайп буквально 10-15 минут, рассмотрим вместе, и потом я тебе отправлю информацию, изучай и так далее, и тому подобное. Я очень хочу слышать твой живой голосок и видеть тебя замечательную. И дальше. Конечно же, я... А, есть еще вариант. Нам есть смысл встретиться в скайпе, чтобы подобрать оптимальный вариант для вас. В любом случае слово будет за вами. Я говорю этот... Вы знаете, вот эти фразы я говорю человеку, который уже инвестирует, который может инвестировать вторично ту акцию, которую сейчас создала компания. И я поднимаю трубку телефона и говорю с этим человеком. Я говорю, есть смысл встретиться, я тебе все покажу и я тебе объясню. Да, есть оптимальный вариант для вас, в любом случае слово будет за вами. И, конечно же, когда я объясняю все человеку, человек, он начинает думать. после встречи на скайпе, конечно же, это уже практически 90% сделанного времени заключения сделки. 10% этот человек, он размышляет, как он будет инвестировать, где он найдет деньги, потому что не будет вопрос, куда, зачем и так далее. Ну, когда мы с человеком переговорили, дальше уже отправляем ему всю информацию на почту, какую информацию вы хотели с ним отправить, но, конечно же, человек, он ориентирован в любом случае на вас, и бывает, что эту информацию он открывает или не открывает, неизвестно, но ту информацию, которую я ему говорю, отправляю, да, говорю, это тебе ссылка, по которой ты можешь зарегистрироваться, открыть себе личный кабинет, и дальше мы с тобой рассматриваем, да, рассматриваем твой выбор. Ну, и что для вас самое важное при выборе, продвигаюсь дальше с ним, и говорю, что для вас самое важное при выборе инвестиционного пакета? Количество долей, цена, как вы предпочитаете, всей суммой или просрочку? Мы с ним рассматриваем через его личный кабинет, и через его личный кабинет мы полностью отлично все создаем, верификацию, дальше, вместе я помогаю человеку, может быть, открыть для себя партнерскую программу, и так далее, вот, что ему это комфортно, и он не имеет такого стресса, если он не знает, как туда заходить. Вот, тот человек, который уже слышал, который зарегистрирован, но он еще не инвестирован, я ему говорю, звоню и говорю с этим человеком, можно подождать еще полгода, только пакетов с таким выгодным дисконтом уже не будет, и давай рассмотри серьезно, и человек, он в принципе может серьезно рассмотреть вместе со мной. Мы катализаторы, мы можем вместе с этим человеком все рассчитать, все просчитать, да, высчитать, полностью прокалькулировать, и ему нравится именно такой подход, ну и конечно, те люди, которые ставят амбициозные цели, здесь уже включается выбор для себя карьеры, карьерный рост, выбор для себя это финансовое благополучие через бонусную программу, обучение, это работа уже не от случая к случаю, а каждого дня, дня, и вы сталкивались с этим, каждый из вас, он знает, что есть лидеры в компании, что есть просто наблюдатели, есть просто клиенты, мы обязательно сегодня маркетинг план, детально компонусную программу разберет с вами Руслан Багиров, я сейчас не буду на это заострять внимание, вот, перейду дальше, чем мы занимаемся, да, мы занимаемся привлечением средств для сертификации новой транспортной технологии, и в дальнейшем выводы ее на рынок, дальше, и как мы можем участвовать в этом продвижении, я всегда говорю, как мы можем в этом продвижении участвовать, да, я предлагаю встретиться и обсудить сотрудничество, сотрудничество это один из вариантов возможностей, и вот эти возможности, когда мы с человеком говорим, то уже не, это не продажа, это работа с его целями, с его видением, это работа, насколько этот человек как лидер возьмет в свою жизнь данный вариант, и также вольется в команду, есть сейчас команды, которые работают в офисах, команды, которые работают, делятся разными идеями, делятся разными методами, настройками и сонастройками друг с другом, ну и, конечно же, сама по себе встреча, встреча с теми партнерами, будущими, потенциальными партнерами, она строится, входит также в рамк обучения, что это такое? Когда вы хотите, чтобы человек, чтобы ваш партнер, стал грамотным, чтобы он дальше строил структуру, то вы говорите ему, приглашай своего человека, я поговорю, и таким образом вы создаете первичное обучение для данного вашего партнера, и он чувствует поддержку, и он обязательно может все записать на диктофон, он может записать себе в тетрадь, и это будет первый партнер в его команде, и когда человек чувствует, что у него есть команда, даже если нет команды, если он входит в команду, то тогда он с удовольствием развивает партнерскую программу. магический треугольник вы наставник приглашенный, это магический треугольник вообще в бизнесе сетевого маркетинга, я выросла на таком треугольнике, я вырастила массу лидеров именно через данный инструмент, данный метод, я знаю, что это работает как оффлайн, так и онлайн, это работает независимо от того, где в какой компании ты работаешь и находишься. Ну и, конечно, есть те инструменты современные, совершенные, которые мы используем, и сейчас очень важно работать, конечно, с разными мессенджерами, с разными программами, да, и мир не стоит на месте, всё развивается, всё совершенствуется, как мы затронем мир, как мы затронем, мы его затронем онлайн, как я затрону те страны и города, в которых я сейчас не нахожусь, сидя у себя дома, или, допустим, там на берегу какого-либо бассейна на отдыхе, так это развитие своих навыков коммуникации через интернет. Итак, продолжаем. Я сейчас хочу передать слово Руслану Багирову, вот, если есть какие-то вопросы ко мне или какие-то пожелания, пишите, вот, я рада, когда у вас есть какой-то отклик, и, Руслан, ты здесь, подключайся, и слышно меня, да, видно? Так, ну, что, давайте по поводу мира онлайн, да, мне, моя часть, так сказать, вот, то, что сейчас делаю я, и вот моя команда, перед этим, давайте все-таки завершим, да, вот, эту часть, связанную с возможностями, которые дает нам компания через маркетинг план, да, ту партнерскую программу, которую компания нам предлагает. Вообще, сейчас все используют этот элемент рекомендации, когда обычный клиент, рекомендуя тот продукт, которым он воспользовался, либо даже не обязательно им пользоваться, он может просто рекомендовать, получать бонусы, на примере каких-то продуктов, даже тех же банковских, вот последнее, что, первое, вернее, что приходит на ум, Тинькофф банк с хорошей партнерской программой, сейчас мы не будем их рекламировать, ну, просто, если говорить про идеальные партнерки, то, конечно, она должна быть многоуровневая, то есть, должна приносить именно прибыль с остальных партнеров, то есть, должна быть системная такая работа, второе, различные есть партнерки, которые закрепляются, закрепляют клиента навсегда и закрепляют клиента, допустим, единоразово, с точки зрения вот Тинькова, там, допустим, да, опять на него, вот, либо какого-то другого банковского, ну, другой банковской партнерки, то там, как правило, ты просто один раз рекомендуешь их услугу и все, то есть, единственное, еще один момент есть, тоже, который в плюс приходит к партнерским программам, партнерка должна продавать повторно, да, то есть, либо еще какой-то продукт, либо этот же в виде абонентской платы, вот, и вот момент по поводу закрепления клиента, мы имеем в компании Skyworld Community, это закрепление навсегда, то есть, неважно, через какой период повторно покупает клиент, комиссию агент получает за него в любом случае, да, через год он купит, либо через два, либо повторно там какой-то другой продукт, да, который появится, и это прямо очень круто, да, еще один немаловажный момент, это начисления, которые приходят сразу же после завершения сделки, если говорить про конкурентов, не всегда так, то есть, как правило, даже это задержка, как правило, это не мгновенные, да, начисления, здесь мы имеем прямо автоматизированную историю, когда клиент покупает, тут же деньги приходят на счет партнера, причем партнера по структуре многоуровневого, да, маркетинга, и вот в чем вообще отличие партнерских программ от обычного, ну вот, вернее, даже не то, что обычного, а классического сетевого маркетинга, то есть, потому что, в принципе, изначально эта вся история вышла именно из MLM, потому что сейчас эту историю чуть оптимизировали и назвали партнерской программой, и в чем вот отличие, первое, в MLM есть такая тема, как ежемесячные покупки, то есть, на этом и делают объемы партнеры, да, за счет того, что обязуют ежемесячно что-то покупать, во-первых, ой, это во-первых, во-вторых, и для того, чтобы начать работать в сетевом маркетинге, необходим так называемый стартовый набор, то есть, необходимо самим являться клиентом компании, в партнерских программах это не обязательно, это желательно, и это прям очень круто, но это не обязательно, вот, и здесь, получается, на первой ступени в маркетинге Skywall Community это видно, то есть, тут реально классическая партнерка, где любой желающий может просто начать привлекать партнеров и получать за это вознаграждение, причем, сразу же многоуровневого, да, толка, так сказать, то есть, уровень, там до четвертого, и, как только ты становишься партнером компании, со своей, так сказать, инвестицией, то для тебя открываются более интересные условия в партнерской программе, и тут уже, конечно, начинается как раз-таки вот, такой вот классический сетевой вариант партнерской программы, да, то есть, когда мы можем выстраивая команды, то, о чем Италия говорила, можем зарабатывать уже структурные деньги, то есть, создавать себе определенный, определенный резидуальный, да, пассивный такой доход уже с того, что делают внутри структуры, обучив партнеров определенным инструментом, и об этих инструментах, часть из которых, да, есть, вот, хотелось бы сегодня осветить, обязательно тоже скажу, вот, и тут понимание, понятие дубликации начинает работать уже более, так сказать, эффективнее, когда я делаю какие-то действия, ставлю цели, пишу список с теми людьми, с которыми потенциально, да, можно сработать, то есть, это такой формат гипотезы, да, то есть, мы пишем список и понимаем, что с этими людьми можно сработать, дав им информацию, и следующий этап, это коммуникации, каким образом я буду с ними коммуницировать, это будет либо звонок, либо это будет через социальные сети работа, и если мы возвращаемся, вот, к тому слайду, который был первый, это работа онлайн, то там она имеет определенный, определенный, уже, то есть, теперь уже не мы сами являемся той картинкой, да, с которой, ну вот, допустим, если мы вживую общаемся, это наш внешний вид, да, а вот если мы делаем это через онлайн, то внешний вид, это наша страница в соцсети, либо это аватарка даже вот в мессенджере, это тоже очень важно, я вот перед вебинаром, что-то осознание такое пришло, и даже еще раз поменял картинку в своем мессенджере, демонстрацию экрана сделаю, потом тоже покажу, как раз таки тот скрипт, который используем мы, вот используют мои люди в работе с мессенджерами, как делается вот эта коммуникация, и вот тут включается как раз таки дубликация, я делаю сам, и потом учу других делать эти же действия, и это по цепочке передается на третье, четвертое, пятое поколение, и дело в том, что это как сказал Форд, не важно, что я могу заработать, ну то есть там смысл такой, что лучше заработать один процент с усилий ста человек, чем со своих со ста процентов собственных усилий, да, это намного эффективнее, и вот тут даже пятое поколение, да, один процент, здесь намного больше людей, и условия для консультанта, они здесь прописаны, идем дальше, лидер, вот эту часть маркетинга мы обсудим уже поподробнее, она более интересна, вообще сам маркетинг, он, если говорить в сравнении, он намного, он очень эффективен, и очень, в принципе, достижим, да, легко достижим, то есть это можно сделать за месяц буквально, вот, смотрите, то есть 200 долларов собственной инвестиции, это в принципе такой стандарт, да, то есть не так уж и много, ну и не так уж и мало, да, для кого-то, но это в принципе вполне посильная задача, если сравнивать с теми входами в сетевую индустрию, примерно те же самые деньги, да, человек инвестирует, покупая БАДы в виде стартового пакета для того, чтобы начать бизнес МЛМ, да, то есть, но для чего приходят люди в МЛМ? Первое, это заработать сейчас, да, но самое главное, это то, что можно создать собственный бизнес, который будет приносить долгие годы доход, так вот, чем интересен проект SkyWorld Community с вот теми инвестициями в SkyWay, так это то, что мы, наш продукт является как раз таки тем источником, да, пассивного дохода, то есть, тут по сути дела клиент, когда приходит на эту возможность, он именно покупает для себя будущую прибыль в формате дивидендов даже, да, и тут получается для сетевиков то вообще идеальная история, когда можно заработать сейчас и можно для себя сделать именно вот такой вот задел на будущее, то есть, пассивный доход уже обеспечить самим продуктом, да, то, чем занимаемся, и человек здесь много не надо, то есть, людей много не надо, достаточно трех людей с объемами, с активной позицией, и лидер в принципе делается вот с объемом 2000 долларов инвестиций лично привлеченных, то есть, примерно это на самом деле здесь может всего лишь три человека в этом участвовать, а может 10 человек в этом участвовать, тут в зависимости от инвестиционных, именно вот от инвестиций ваших клиентов, возможно, и мастер это уже когда есть лидеры в структуре, их минимум три человека, и с определенными объемами, то есть, здесь тоже каждый может эту таблицу увидеть в своем личном кабинете, она доступна во вкладке партнера, в принципе, вебинар рассчитан для тех людей, которые уже имеют собственный личный кабинет, имеют представление, что такое Skyway, поэтому единственное, что я могу сейчас показать, где можно посмотреть эту партнерскую программу, я покажу демонстрацию экрана, и мы с вами перейдем к тем инструментам, которые возможны для коммуникации с людьми, потому что онлайн и оффлайн в принципе логика одна и та же, мы сначала выстраиваем с людьми определенную социальную коммуникацию, дальше переходим к предложению, и сейчас тем более вот в условиях того, что все сидим дома, это сильно актуально, да, понять, как увидеть, как делаются именно вот презентации через мессенджеры, так, я включу наверное экран, сейчас, секундочку, что несколько вариантов демонстрации есть, то есть, та коммуникация, которую выстраиваем мы через онлайн, она более чем вот сейчас актуальна, и предложение это как раз таки и в том, чтобы рассмотреть именно партнерскую программу, как бизнес и как инструмент зарабатывания денег, на данный момент, отлично, начать трансляцию, дело, в общем, как увидите экран, пожалуйста, плюсики в чат поставьте, так, экран есть, да, все отлично, смотрите, мы заходим во вкладку партнером, инструменты партнера, это у нас с вами реферальная ссылка, и план вознаграждения это у нас тот маркетинг план, который у нас находится вот в презентациях, вот, то есть, в кабинете в личном каждый может ознакомиться вот с теми возможностями, которые есть по маркетинговой части, так, теперь давайте перейдем вот как раз таки к скриптам в мессенджере, мессенджер может быть любой, то есть, это может быть WhatsApp, Viber, может быть, так, сейчас еще проверю, может быть социальная сеть, но там есть определенный нюанс, плюсики есть, отлично, смотрите, в чем нюанс вот мессенджера от социальных сетей, в социальной сети ее перед тем, как начать работать там, нужно немного настроить, самое первое, нужно убрать вообще всю лишнюю информацию, поздравлялки, какие-то баннеры, всю информацию, у кого есть информация по Skyway, ее надо просто-напросто снести, вы можете сказать, что как так, я пять лет делаю посты из группы и теперь это все сносить, да, если вы хотите коммуницировать через соцсеть ВКонтакте либо любую другую, там не должно быть информации о проекте, это будет вам мешать, говорю из опыта, прямо вот максимально нужно подчистить, поменять аватарку на достойную, как это сделать и какая является достойной, ну, YouTube в помощь, там сейчас много об этом говорится, да, то есть должна быть с хорошей техникой сделана вот фотография, желательно даже может быть из студии где-то, ну, в общем, тут я думаю объяснять, это просто мы об этом можем говорить, об этом можно делать отдельную встречу и она должна быть вот именно про конкретную настройку профиля, да, сейчас давайте самое простое это наши мессенджеры в WhatsApp, Viber, либо кто еще какой использует, да, Telegram, допустим, там максимально просто вы меняете себе аватарку на ту, которая достойная, да, опять же, вот из хорошая должна быть фотография делового стиля, да, то есть в каких-то деловых тонах, то есть тут лучше вам, если непонятно эта тема, обратиться к YouTube, там все это объяснено, так, смотрите, то есть здесь мы прописали именно разговор, как мы с Натальей это обсуждали, и я как человек, менеджер, да, менеджер, общаюсь с потенциальным клиентом, причем это скрипт, он написан для моей структуры, то есть я пишу как вот как человек из структуры Багирова Руслана, то есть вот в таком вот формате, экран видно, и разборчив ли здесь шрифт, еще раз единички в чат поставьте, вот если разборчив шрифт, а я тут наверное мне нужно будет второй экран включить, чтобы было комфортно видеть и чат и и вас и показывать экран да, качку мелковато, да, Таля пишет мелковато, так, секунду, сейчас попробуем настроить, но я буду зачитывать, то есть если мелковато, здесь иначе не получается, то есть я попробую через вот эту историю, так, ага, ну вот, вроде бы получается, так, еще плюс, да, читать в любом случае буду, вот, сделал чуть покрупнее, смотрите, первое, что необходимо, это коммуникация социальная, да, то есть мы не пишем сразу в лоб, это, ну, на самом деле неприлично, во-первых, нужно уважать тех людей, с которыми мы общаемся, и вначале нужно соблюсти, вот, поприветствовать, спросить, как дела, в мессенджере тоже, те видяшки, которые сейчас отправляются, знаете, в таком спамовом режиме, они, ну, неприятно их читать, я их просто игнорирую, мало того, еще потом пишу человеку, давай больше без спама, иначе я тебя заблокирую, даже вот в таком вот русле иногда надоедают люди, вот, особенно в связи с тем, что люди сидят дома, заняться нечем, вот, то есть вы меня понимаете, я думаю, я пишу вот Наталье, Наталья, здравствуйте, с майскими праздниками, этот скрипт мы еще тогда, я вот показывал Наталье, с майскими праздниками, как ваши дела, думаю, карантин не повлиял на планы выходные, ну, то есть это было как раз вот ближе, перед праздником, тут любой вопрос может быть, подумайте сами, приветствую, повлиял, да, ну, хоть все нормально, я вот тоже дома, все выходные, мне отвечают, жива, здорова, это главное, да, это главное, пишу я, сейчас нужно беречь себя, хотел еще спросить, это следующее сообщение, чтобы, конечно, это заготовки, да, какие-то я копирую, вставил, вот сейчас уже эти вопросы, но чтобы это было неочевидным, это помогает, вот этот вот момент, помогает убрать, как раз-таки, с, когда мы пишем, двумя фразами, то есть хотел еще спросить, как вы к акциям, и ценным бумагам на бирже относитесь, и тут же скидываю, да, не дожидаясь ответа, это инструкция, как раз-таки, вот этому, я и обучаю тех людей, которые соглашаются работать со мной, вот, то есть это все прописано у нас, сейчас я даю это как пример, дальше можем, дальше уже расскажу, что мы можем делать, вот, и тут же скидываю, я почему спрашиваю, мне кое-что крутое на глаза попалось, хочу поделиться, вау-эффект обеспечен, скидываю ролик, ролик в ватсапе, классно сейчас открывается, он тут же открывается в самом приложении, мне это прямо очень нравится, то есть человек не уходит ни в какие дебри, в другие приложения, для того, чтобы тот же ютюб, для того, чтобы вообще уйти там и не встать смотреть, вот, выбрал я ролик из новостного портала РБК, то есть это репортаж целый был, он очень такой, хорошо сделан, и показывает такое, со стороны, да, то, что авторитетное издание показывает проект, поэтому это прямо, прямо хорошо заходит людям. Так, идем дальше, мне отвечает, Руслан, я же не имею ни акции, а инвестирую только в здоровье, да, то есть вот возражения, получается, пошли, соответственно, человек уже начал смотреть, а это самое главное, кстати, если бы я просто скинул, вот этот ролик, человеку, он бы может быть даже и не открыл его, понимаете, какая история-то, здесь, когда мы начинаем коммуницировать, и не ленитесь, если мы хотим сработать, вот, хорошо, да, со своим списком, работаем на результат, так сказать, то обязательно мы должны вот выстраивать коммуникацию, с другой стороны, смотрите, если бы мы это делали вживую, сколько бы времени пришлось бы уделять этому, во-первых, созвониться, пригласить на встречу, придет человек на встречу или нет, то есть, мы в любом случае бы начали бы с того, чтобы дать информацию, да, то есть, наша задача дать информацию, но соцсети и вот мессенджеры нам позволяют это делать, и вот, ну, пусть чуть-чуть в лоб, да, так сказать, вот, и это один из вариантов, да, то есть, вот, для новичков причем, у тех, у кого есть список, и новичкам проще написать, нежели чем позвонить, по себе знаю, мне отвечают, а ролик интересный, да, то есть, ролик зашел, действительно, вау-эффект был обеспечен, потом, уже начинается определенная работа, да, вот, с, с проработкой уже, конкретно, мы с предложением с нашим приходим, я вначале как-то не понял, при чем здесь участие обычных людей, и даже не поверил, что такое реально существует, но это реально, правда, все это уже работает, такой транспорт уже даже сертификацию проходит, мой хороший знакомый, этой темой занимается, Руслан его зовут, ну, это же мои люди пишут, правильно, то есть, они на меня ссылаются, посмотрите, что он говорит, потому что, когда это начнет внедряться, то акции Газпрома будут в сторонке отдыхать, и я скидываю ролик, сейчас я его тоже запущу, но весь не буду показывать, он длинный, вот, он здесь открылся не так корректно, поэтому выгружают его на другой сторонний сайт, но в целом в приложении в WhatsApp он будет нормально открываться, и вот этот ролик, это мой отзыв, это видео, которое я смонтировал под себя, то есть, я в нем привнес определенный свой взгляд, то есть, тут есть мои фотографии, как я начинал в проекте, какие есть доказательства того, что это, ну вот, прямо народное финансирование, что это не просто там, какая-то, да, вот, где-то что-то, откуда-то взялось, и под это деньги собираются, так, я сейчас, если звук есть, потому что я сейчас включил HDMI провод, ну-ка, вот так вот, то тоже поставьте, пожалуйста, плюсики, что я все-таки, вот, вы слышите, то, что там обзор, именно, мои слова, если нет, то я просто сейчас отключу HDMI, так, жду плюсики, минусы в чат, если слышно, то плюс в чат, если не слышно, речь в ролике, то минус, меня слышно, да, в ролике не слышно, на самом деле, не важно, но при этом, если не будет слышно, сейчас скину, пошло, а, ну все, то есть, видимо, когда я говорю, тогда, я могу скинуть вам в чат этот ролик, потом посмотрите, сохраните себе ссылку, примерно то же самое, можно сделать каждому, тем более, я вот вижу, что большая часть из, собравшихся, кто смотрит онлайн, уже являются активными партнерами, уже и в экотехнопарке были, и сами могут сделать подобный отзыв, вот, и использовать его как инструмент, для того, чтобы показывать людям, что да, вот моя фотография, да, вот здесь мы с командой, ездим на уже подвижных, уже, вот пробуем, да, как работает техника, в общем, это все вы можете сами себе сделать, посмотрю, только я ничего не обещаю, смотрите, тут тоже очень важный момент, вот, вот сейчас, да, то, что, я скинул ролик, и человек может его оставить на потом, это, это вот прямо уже статистика, вот эта вот фраза, ее может быть, это повезло, что мне, да, написали, да, вот так вот, ну, мы тут, я просто показывал, демонстрировал Наталье, как это работает, и мы тут немножко, вот, и с возражениями тоже надо было отработать кое-что, так вот, этой фразы может быть и не быть, то есть, просто человек игнорирует, поэтому, я сразу же, записываю аудио, аудиосообщение, это еще один мощный коммуникатор, для того, чтобы, вот, какие-то вещи прямо в свою сторону, то есть, человек пытается уйти, и мы его, иди сюда, возвращаем, да, вот этими скриптами, вот этими инструментами, так, а вот аудио, наверное, давайте попробуем, давайте попробуем аудио, все-таки, если я его выключу HDMI, если нет, то, то просто включу колонки, попробуем с колонки, так, я подумал, а что, если это правда, в интернет за отзывами полез, там и много про глобальный проект, потому что люди подключаются, и негатива тоже хватает, мол, пирамида, иницией, советских времен, с этой идеей работает, но с нашими властями, я подумал, и вижу, блин, понятно, почему не внедрил, такую технологию, потом еще раз ролик пересмотрел, вот, с Русланом пообщался, в общем, вот посмотрите ролик, отпишитесь по пятибальной шкале, пожалуйста, вот как вам, вот вообще, сама идея, ну, очень важно сейчас, вот для меня, ваше мнение, так, если вы, ребят, услышали, тоже плюс поставьте, то есть, я что еще хочу сказать, то есть, вот это вот, то, что вы сейчас видите, это конкретный скрипт, слышно, отлично, то есть, это конкретный скрипт, это не импровизация какая-то, то есть, люди берут по бумажке, прямо читают, вот так вот записывают, да, мало того, это аудио, оно уже заготовлено заранее, понимаете, то есть, уже есть запись, ее просто из галереи выдергиваем, и отправляем, то есть, чтобы было понимание, что это не сложно, а Берта пишет, у меня не было слышно, ага, ну, мы вернемся еще, к вот этому скрипту, как и где вы его еще сможете, потом дополнительно посмотреть, так, идем дальше, давайте, сейчас, может быть, уже будет слышно, вот, если следующее, я погромче попробую сделать здесь, смотрите, и тут же, человека, мы, так сказать, ну, интригуя, да, возвращаем к тому, чтобы посмотреть этот ролик, то есть, задача вот этого аудио, это интрига к тому, чтобы вернуть человека к просмотру этого видео, человек пишет, посмотри, да, это фантазия, у нас это не пойдет, ну, тут уже работа с возражениями, как думаете, Эмираты закажут у них такую дорогу, то есть, ну, если у нас не пойдет, то где-то может пойдет, то есть, о, не могу сказать, я человек далекий от этого, у них более прогрессивное государство, то есть, вот, следующее аудио, тут на самом деле, вот это аудио, следующее, там, не важно, что человек ответил, вот, сами сейчас услышите. да, сейчас этот проект развивается на международной арене, Руслан, он уже вот 5 лет в этой теме, и у меня прямо вот чуйка, что тема очень перспективная, тем более, такой транспорт, действительно, решение для городов, и экологично, и безопасно, в сравнении с самолетами, я сам закинул 12 с половиной тысяч рублей, потом еще 6500, и вот, в этом месяце тоже планирую, но по чуть-чуть инвестирую, хочу еще подкупать вот эти доли. Угу, и это первая возможность, да, то есть, я здесь осветил, какие есть возможности, в проекте, вторая возможность, чтобы сразу же человеку, вилочку, что есть возможность партнерской программы, и есть возможность просто инвестирования, уже текстом, я сейчас у них обучение прохожу, причем оно для всех бесплатное, хочу в интернете научиться эту тему продвигать, в общем, тут прямо есть чем, есть с чем разбираться. Так, сейчас я снова открою чат, теперь вот, было слышно, второе аудио, ну и ребят, тоже отпишитесь, вот кто услышал второе, аудио, слышно, да, все, отлично, так, идем дальше, да, хорошее дело, у тебя деньги есть, а я в кризисе, ну, то есть, вот по поводу инвестиций, и тут уже конкретное предложение по второй части, да, если человек говорит о том, что в деньгах дело, а вы сейчас чем занимаетесь в профессиональном смысле, то есть мы уже предлагаем человеку именно возможность заработка, то есть, ну, ты же знаешь, я преподаватель, а параллельно что-то новое, интересные направления рассматриваете, много мне предлагают, только я боюсь пирамид, я тоже в них не участвую, пишу я, а предложений и вправду, как спам, каждый день сыпятся, что не посмотришь, какие-то проценты обещают, из ничего, я предлагаю разобраться, тут обучение именно интернет-маркетингу классное, а сам проект транспорта Юницкого, это прям то, что миру сейчас необходимо, и вроде бы как человек соглашается, разберемся, так вот, здесь, здесь сразу же, да, после того, как мы получили согласие, мы можем человеку позвонить, вот, то есть, и тут мы договариваемся о том, что мы его регистрируем, то есть, скрипт звонка, это уже следующая история, то есть, вот, поставьте по 10-ти бальной шкале, как вам вот такая коммуникация в WhatsApp, то есть, чисто по скрипту, ну, вот, что это, конкретно уже, структурированная, скрипторированная, да, часть, то есть, скрипт уже готовый, вот, 10, отлично, то есть, в целом, вот, вот, что касаемо онлайна, да, то есть, если мы говорим о том, что мы общаемся, это, по сути, те же самые, да, вот, логика, как в личном общении, но, современные средства связи позволяют нам это делать, ну, в большем объеме, так сказать, да, потому что, если мы списываемся с человеком, то можно параллельно вести диалог, ну, с тремя людьми, да, с двумя, кто-то и больше может, да, то есть, поэтому, и времени в этом формате уделяется, ну, оно экономится просто, то есть, действительно, идет определенная экономия времени, вот, но, это лишь та небольшая часть работы, которую можно делать, и которую можно, которую можно научить, да, вот, именно, человека, который только входит, только знакомится с проектами, и ему сразу же даются инструменты, не нужно, там, так, я сейчас остановлю, остановлю трансляцию, потому что, может, подтормаживать чуть-чуть, из-за того, что я демонстрацию экрана делаю, вот, в общем, это, та часть работы, которую можно проводить с новичками, и включать их, новых людей, в партнерскую программу, сразу же, для того, чтобы люди могли, вот, зарабатывать на партнерской программе, с, так сказать, сразу, да, то есть, меньше времени на обучение, то есть, меньше времени, для того, чтобы вникнуть в проект, потому что, тут мы сразу даем ему инструменты, и даем ему опробовать, то есть, уже испытанные, да, в конверсии, те же самые ролики, иногда люди не знают, какие именно показывать, так вот, задача лидера, создать вот эти, два раза больше пробок, так, а почему у нас тут, два раза больше пробок, два раза больше выбросов в атмосферу, вот, вот, ну, тогда смотрите, что, какое предложение еще, да, вот, по поводу, вот этих скриптов, и как можно с ними поработать, мы сейчас будем думать о том, чтобы сделать именно, в формате, такого, марафона, когда мы сразу включаемся, и в обучение, и в прямом эфире, начинаем, какие-то конкретные действия, да, чтобы можно было тут же и возражения людей закрывать, это немного на другой платформе, в том же зуме можно будет делать, но, эта информация появится, я так думаю, даже в личных кабинетах, через вкладку события, об этом узнают, узнаете, либо это будет, вот, размещено в наших чатах, в общем, посмотрим, но, вообще, нужна ли такая работа, да, то есть, как вы думаете, как ваше мнение, да, хоть нас и немного сейчас, нас смотрят, ну, вот, хотелось бы обратную связь, нужна ли работа, именно, вот, в таком вот, онлайн формате, когда вы сидите дома, есть, конкретные инструменты, для того, чтобы, вот, параллельно, писать людям, да, по скрипту и регистрировать их в команду. Так, Людмила пишет, нужна работа такая, ну, хорошо, значит, будет, вот, есть ли у вас ко мне вопросы, вот, по тому, что я вещал, уж по маркетингу, либо, вот, по скриптам, звоночек какой-то. Если нет вопросов, тогда я передаю слово Наталье и хочу с вами попрощаться, да, то есть, я буду в чате, если что, пишите вопросы. Благодарю за... Спасибо большое, спасибо, Руслан, работали, наш вебинар будет в записи, и те люди, которые благодаря вам, обратятся к данному обучению, то всегда смогут найти здесь какое-то для себя, какую-то поддержку, какое-то зерно, и, конечно же, следующее обучение, следующие вебинары смотрите на платформе компании Skyworld Community, вот, смотрите, какие региональные конференции, кстати, завтра будет региональная, конференция с правлением ответа на вопросы, это очень важно, скажите своим людям, чтобы все подключались, вопросы отправляли, и так что желаю каждому из вас создать свой бизнес, который будет расти, который будет приносить доходы, вот, ну и, конечно, свой собственный успех, тот успех, который вы себе планируете, благодаря всей команде, и благодаря действительно замечательной идее, той современной идее, которая сейчас будет давать не просто-напросто доходы нам, да, но еще и трансформация идет планеты, так что желаю всем успехов, здоровья, и благодарю за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...